Всем привет! Продолжаем следить за мировыми шахматами. Сегодня у нас на очереди фрагмент из матча Века. Белыми играют у нас перуанские шахматисты Жос Пэм, черными Владимир Камник. Это позиция из нашумевшего матча, который закончился пару дней назад. Долгая дискуссия от Владимира Борисовича вылилась в то, что два шахматиста решили сыграть матч. Какое ваше отношение? Обязательно пишите в комментариях под этим видео, за кого вы болели, за кого переживали. Я уже свое мнение расскажу в конце этого видео. Черными играет Крамник, здесь он неудачно пошел к В4. Черных открытый король и этим белым обязательно воспользоваться. Ваша задача нажать на паузу и постараться найти ветку комбинаций, после которых белые легко выигрывают. Жмем на паузу, думаем, не забываем подписываться на все наши соцсети. В ссылках есть в описании под этим роликом. Телеграм-канал, канал на Дзене. Также можно оформить подписку на Бусти, там у нас красивые дебютные ловушки. Ну а также много всего другого полезно. Ну так, если вы нашли, давайте будем сверяться. Да, какой-нибудь В4, грубая ошибка. Слабости по черным полям у черного короля вносят решающий характер. И в партии Хосе Мартинес Алькантара побил ладья бьет Е6. И в дальнейшем чуть лучше, я бы скажем так, не выиграл. Партия закончилась в ничью. Но нужно было пойти ладьяц 8 шаг. И здесь начинаются дикие перегрузки. В чем идея? Значит, я даю шаг, я напал на ладью. И проблема с конем, вот с этим подвисшим, которым в том числе я должна королить короля, никуда не делись. Теперь, если король Х7, то очень красивый ход ФБ2. Такая красивая геометрия, после которой дела черных максимально плохи. Грязит ферзь H8, на любой ход я ставлю мат. Ну а если вы берете, тогда ладьяц 8. И опять-таки тяжело держать. Например, здесь на условное перекрытие ладья Е5 я могу пойти с ломб4. Опять-таки все висит, лишняя фигура. Но после ферзь Е6 у белых здесь еще есть красивые комбинации, ферзь бьет Е5. Кому понравилась эта жертва, обязательно ставь лайк. И на ферзь Е5 слон с этой. Такая вот красотуля, опять-таки ферзь не может отойти с шахом. На отход ферзя просто и понятно, ладья H8 мат. Но она взять, если ферзь все-таки возьмет на С3, тогда просто побили и выиграно. Ну очевидно, что черные после ладья С8 могут и побить, но тогда просто ферзь С8 шах и на король H7, ладья H7. То есть такое вторжение, опять-таки дикие перегрузки, все это слабости черных полей и тяжело держать. То есть либо мат, либо без фигуры. Вообще непонятно, что делать еще. Ладья это подвисшая на связке на Е6. Ну очевидно, что на ферзь H4 просто мат. Но если там ферзь Е8, просто взяли-взяли и слон Б4, у нас просто лишний слон и не о чем говорить. Ну мое мнение по матчу очень простое. Владимир Крамник, конечно же, легенда шахмат и не о чем дальше дискутировать. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами на одной волне. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.